Актуально. Нашадр.Инфо. Вот Лариса Ивановна Кокорина, директор департамента здравоохранения Курганской области, сегодня с рабочим визитом находится в городе Шадринске. Значит, цель визита – это совершенствование работы учреждений здравоохранения, которые сегодня у нас все находятся на субъекте Курганской области. Поэтому есть ряд проблем, есть ряд больных вопросов, есть обращение граждан нашего города. Поэтому вот Лариса Ивановна сегодня, собственно говоря, запланировано посещение учреждений здравоохранения и обсуждение проблем, которые есть. Но самый главный вопрос, который на сегодняшний день, ну один из главных, наверное, вопросов, так я скажу, которая волнует горожан – это открытие дневного стационара на базе больницы номер один. Ну здесь, наверное, можно уже сказать, что вопрос решается сейчас, заканчивается получение лицензии. Ну и думаю, что с 1 мая дневной стационар может уже начать работать. Но это как бы в первую очередь интересует, ну в одной из главных задач интересует, в первую очередь, конечно, администрацию города. Ну у Ларисы Ивановны еще и другие планы, поэтому я думаю, что мы сейчас вот с ней будем проговаривать. Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые жители города Шадринска и Шадринского района в том числе, сегодня действительно насыщенный рабочий визит, потому что проводиться будет он в двух направлениях. Первый момент – это организация оказания медицинской помощи жителям города Шадринска. Конечно, вопрос не случайен. Мы в рамках выполнения указа президента на сегодняшний день проводим реорганизацию медицинских учреждений. Она проводилась в 2015 году активно. Есть еще задачи в 2016 году. Мы должны распределить так потоки населения, так распределить потоки денежных средств, чтобы максимально обеспечить доступность медицинской помощи и в то же время обеспечить выполнение порядков оказания медицинской помощи и выполнение тех объемов, которые до нас доведены. Что касается второй части моего визита, это будет, я думаю, интересно для жителей Шадринского района. Вопрос будет связан с работой фельдшерско-акушерских пунктов и с укреплением материалей технической базы фельдшерско-акушерских пунктов. К сожалению, сегодня действительно есть ряд проблем. Он есть не только на ФАПах, он есть, эти проблемы есть и во всех лечебных учреждениях. Здесь задача стоит такая. Вот те объемы финансирования, которые предусмотрены для наших учреждений, те средства, которые они зарабатывают, оптимально их распределить и направить в том числе и на то, чтобы наши лечебные учреждения достойно выглядели среди всех медицинских организаций Курганской области и вообще в целом Российской Федерации. Кроме того, у нас есть задачи. У нас работал в 2015 году проект «Лучшая поликлиника». Учреждения Шадринска не попали, так сказать, в лауреаты, но хотелось бы, потому что это крупная городская поликлиника, единая. И в 2016 году мы запустили проект «Вежливая регистратура». У нас очень большое внимание на сегодняшний день уделяется информатизации в медицинских организациях, уделяются электронной записи на прием к врачу, должны работать вот те инструменты, которые работают. И я еще раз повторюсь, для жителей города каждый пациент, придя в лечебное учреждение, если он записался на прием и приходить должен уже к назначенному времени, в кабинете должна быть вся медицинская документация, он не должен ожидать в регистратуре заполнять там какие-то документы. То есть хотелось бы посмотреть. Ну и вопрос, конечно, который сегодня волнует жителей, это работа дневного стационара. В 2015 году количество пролеченных пациентов было на уровне 700 граждан, в этом году мы объемы добавили до 1120. У нас есть еще резерв, но для того, чтобы его использовать, нужно посмотреть действительно, чтобы это было работающее отделение в соответствии с порядками помощи, и чтобы мы готовы, понимая, что это городское население, понимая, что мы оптимизируем круглосуточную койку, и зачастую население действительно более удобно прийти, получить медицинскую помощь, и, так сказать, остальное время проводить уже в домашних условиях, если это не больные, требующие динамического наблюдения. Поэтому я думаю, что вот те вопросы, которые нам с вами предстоит обсудить, и сделать все возможное для того, чтобы шадринцы были удовлетворены оказанием медицинской помощи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА